Динамо-Москва Победную серию против красно-белых И сможет ли что-то придумать Олег Знарок, чтобы эту серию прервать Спартак за счет силовой борьбы сразу попытался организовать несколько опасных выпадов на ворота белой-голубой Тем самым сделав ставку на постоянный прессинг и контратаки Однако динамовцы спокойно выдержали стартовый натиск красно-белых И поймав Спартак как раз таки на контратаке, Дмитрий Яшкин открывает счет в матче Естественно, Спартак пропущенная шайба завела И они с еще большей настойчивостью начали осаждать ворота Александра Еременко В одном из эпизодов Тиму Пулкин не по правилам попытался остановить прорыв Карсумса И отправился на скамейку штрафников Спартаковское большинство выглядело достаточно беззубо Броски по воротам велись в основном с дальних и средних дистанций И чаще всего вообще не доходили до Александра Еременко Такая игра Спартака при розыгрыше лишнего Только способствовала высветновению опасных моментов у ворот самих красно-белых Вадим Шипачев выскочил фактически один в один с гудачиком И только защитник помешал капитану удвоить счет Затем Дмитрий Яшкин в компании все того же Вадима Шипачева выходил к воротам гудачика И снова защитник красно-белых догнал нашего нападающего Отменив взятие ворот Спартак ничего в большинстве предложить не смог Напротив складывалось впечатление Что это именно динамовцы разыгрывают нижнего Справедливости ради надо сказать Что красно-белым удавалась больше игра в равных составах Так практически сразу после окончания штрафного времени Федор Малыхин и Антон Злобин организовали хорошую атаку Однако наши защитники сыграли надежно Игра проходила на встречных курсах Поэтому ответ динамовцев себя долго ждать не заставил Вадим Шипачев протащил шайбу по левому флангу И выдал удобный пас на Пулкина Но гудачик оказался на месте Однако в следующей атаке уже гудачик спасти Спартак не смог Динамовцы организовали навал на ворота красно-белых И пас Алексея Панкратова на партнера Благодаря рикошету от защитника превратился в гол Но тренерский штаб Спартака воспользовался правом на челлендж Который после долгих просмотров эпизода полностью себя оправдал Судьи отменили взятие ворот красно-белых Посчитав, что шайба была заброшена с нарушением правил После отмены гола темп игры, естественно, просел Но Андре Петерсон своими действиями решил подбодрить партнеров и трибуны Сначала швед попытался отправить на скамейку красно-белых Евгения Кулика А затем уже на динамовскую скамейку практически целиком был отправлен Михаил Виньков К концу периода спартаковцы уже начали выдыхаться, а естественно не успевать за нашими нападающими Что начало в свою очередь приводить к нарушению Но в целом динамо контролировало игру, организовывая моменты у ворот Спартака Самым опасным был бросок Дмитрия Яшкина, который каким-то невероятным образом отразил Юлия Сгудача Второй период начался достаточно спокойно, но что очень радовало, так это высокие скорости обеих команд А также обилие силовой борьбы, что только добавляло особой остроты московскому дерби Но силовая борьба хороша тогда, когда она ведется по правилам Федор Малыхин неаккуратно поборолся у борта с Андреем Алексеевым, за что был отправлен на скамейку штрафников Динамовцы тут же организовали отличный момент для взятия ворот, но Андре Петерсона подвела техника исполнения После такого начала казалось, что именно это большинство будет реализовано Но Спартак перехватил инициативу и организовал несколько опасных выпадов в меньшинстве Реализовать чистое преимущество не удалось, однако в равных составах угрозы воротам Спартака были куда опаснее Сначала Дмитрию Яшкину в борьбе с защитником красно-белых немного не повезло с броском А затем Иван Игумнов на скорости влетел на пятак, но точного броска нанести не смог Спартак, конечно, попытался чем-то ответить, но на пути бросков красно-белых всегда возникали наши защитники А дальше пришло время Андре Петерсона Швед взял инициативу на себя, чего, видимо, от него защитники не ожидали Влетел в зону красно-белых и спокойно переиграл гу датчика Спартак пошел вперед, но динамовцы спокойно разрушили все красно-белые попытки Преобразуя их в свои очень опасные атаки Но каждый раз не хватало точности, правда, белоголубым достаточно быстро стало ясно, что вся точность во втором периоде у Петерсона Андрей Миронов делает шикарную передачу на Андре и Швед оформляет дубль Отправляя Юлиуса Гудачика на лавку В самом конце периода Спартаку удалось провести очень опасную атаку, спровоцировав небольшую потасовку А за 10 секунд до сирены на перерыв спартаковцы умудрились схватить удаление, с которого и начался третий период Динамовцы толком не успели расположиться в зоне красно-белых, как Мартин Карсумс нарушает правила на Владимире Брюквине И оставляет одноклубников втроем против пятерых игроков нашей команды Тут же у Дмитрия Яшкина возникает отличный шанс поразить ворота Хромченко Однако воротарь красно-белых тащит бросок нашего нападающего А вот от броска Михаила Чайковски Павел уже спасти Спартак не может Для Спартака в этом матче было очень важно выключить из игры Вадима Шипачева Но чтобы не предпринимали красно-белые в этом плане, все было честно Однако Вадим сделал это сам, получив дисциплинарный штраф за некорректно выполненный силовой Но это Спартаку не очень помогло, очень уж здорово в этот вечер действовала вся наша команда Красно-белым ничего не оставалось, как действовать против наших игроков очень жестко И провоцировать их на агрессию И вот с этим Спартаковцы справились на 5 баллов Сначала Артем Федоров вцепился с Андреем Алексеевым Затем жесткая игра Максима Гончарова против Дмитрия Яшкина спровоцировала драку В которой поучаствовали практически все, кто находился в этот момент на льду Арбитры встречи долго не думая усадили на скамейку штрафников всех, кто так или иначе поучаствовал в этой заварушке А Гончаров был удален до конца игры Страсти немного улеглись и Панкратов мог уже забрасывать шайбу по всем правилам Но Хомченко вытащил бросок нашего нападающего И раздосадованный своей неудачей Семен решил выместить злость на Денисе Кокареве Команды выплескнули эмоции и спокойно дожидались, пока все штрафники снова вернутся на лед И в одном из эпизодов как раз таки выскочив из штрафного бокса Хохлачев мог размочить счет в матче Однако Александр Еременко исправил ошибку защитника Динамовцы не заставили ждать ответ, но защитник и вратарь Спартака не дали Пулкину открыть счет своим голам в плей-офф Игра пошла на встречных курсах и обе команды организовали ряд очень опасных атак на ворота друг друга, но все без результата Однако Краснобелым все-таки удалось огорчить Александра Еременко и утащить у нашего голкипера игру на ноль из-под носа Капитан Спартака Анатолий Никонцев, ворвавший в зону, хлестким броском оформляет гол престижа Но последнее слово в этом матче было за Динамо Владимир Брюквин вырисовывает на табло окончательные цифры этого матча Ну а закончиться этот матч мог только очередной потасовкой Александр Хоклачев, не услышав свистка арбитра, бросил поворотом Александра Еременко Но судьи вовремя вмешались, да и игрокам обеих команд уже не хотелось в очередной раз выяснять отношения Ведь все и так было на табло 5-1 А теперь узнаем мнение о первой игре серии у непосредственных участников матча Мы просто выходим и делаем свою работу Мы ничего не... ну как бы у нас есть, да, там заготовки Все ребята молодчики, все бьются друг за друга Сегодня Саня Еременко красавец подтащил нас, поэтому все продолжаем работать дальше Это война, это плей-офф, никто не хочет уступать, поэтому всех с победой Московская Динамо победила в первом матче серии А сама игра получилась на загляденье, оставляя приятные ожидания на второй матч Ну а мы на этом прощаемся с вами Любите хоккей, болейте за московское Динамо